Здравствуйте, Ольга Евгеньевна. Здравствуйте. Связывается с вами главное управление МВД старший лейтенант Угнева Наталья Викторовна. Причину моего звонка вы уже знаете или не в курсе? Нет, нет, не в курсе, что случилось. Хорошо, я вас сейчас тогда проинформирую, но также обращаю ваше внимание на то, что ведется запись нашего с вами разговора. После чего данную запись я буду приобщать материалом дела. Связываюсь я с вами, так как там в отдел поступило заявление по факту подделки документов. Это 327-я статья УК РФ. Вот запись разговора. Скажите, кем вам приходится Логинова Анастасия Сергеевна 91-го года России? Никем не приходится. То есть это не ваша родственница, не знакомая? Ну, на вскидку я вам не могу сказать. Ну, на вскидку я таких не знаю. Дело в том, что вот эта вот Логинова Анастасия Сергеевна вчера обращалась в отделение Сбербанка. Это было в Москве на Гудрусовском проспекте 23. В отделении банка она предоставила вашей родственнице, а также предоставила копию вашего паспорта. ННН, НИЛС, банковское соглашение, что самое главное, это генеральную доверку. На полное право распоряжением вашим единственным счетом. Стоп, 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 стоп. Подождите, подождите, стоп, стоп. Что за единый лицевой счет? Это внутребанковский счет, которому прикрепляются абсолютно все продукты банка, которыми вы пользуетесь. Ой, я о таком не знаю, что это. Ну-ка, поясните мне, пожалуйста, поподробнее. Я вот такого единого счета даже в первый раз слышу, сколько я как бы работаю, я обращаюсь в банковской структуре, а о таком лицевом счете я ни разу не слышала. То есть вам в банке не говорили, да, что это за счет? Я даже об этом не знаю. Я даже просто в силу своей деятельности сталкиваюсь с банковской системой, но я о таких счетах даже не знаю. Что это за счет такой? Объясните, пожалуйста. Единый лицевой счет, это идет внутребанковский счет, который включает в себя абсолютно все ваши карты, счета, кредиты, склады и так далее. То есть выдавался он вам автоматически центральным банком по вашим паспортным данным. Подождите, подождите, стойте, еще раз. Теперь центральный банк, а мошеннические-то действия, вот которые вы говорите, они совершались в отношении физического лица или юридического лица? Нет, нет, в отношении физического лица. В отношении физического лица. И в отношении физического лица Центробанк России, правильно я понимаю, открыл единый счет, как вы сказали, единый лицевой счет или как там он называется? Нет, нет, смотрите, он вам выдавался по вашим паспортным данным, когда вы впервые стали клиентом на территории Российской Федерации. Когда вы только впервые открывали карту, то вам автоматически был сделан центральным банком единый лицевой счет. А, ну то есть там только банковские карты, да, привязаны к этому счету? Да, да, да. А, ну ничего страшного, пусть будут, девушка, а пусть будут привязаны, пусть она там что хочет делает. У меня на банковских картах нет денег, у меня все лежит на счетах забегательных, я банковскими картами перестала пользоваться. Так у нее доступ к единому лицевому счету, это также на накоплительные склады. Подождите, а как мне... Стойте, 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 стойте еще раз. А как мне получить доступ к этому единому лицевому счету, если у нее есть, у меня-то нету? Я этого не знаю, я же вам не сотрудник банков. Нет, ну подождите, как это? На меня открыт лицевой счет, у меня доступа к этому единому счету нет, а у нее есть. Так это счет специально для сотрудников банка. Так, а она является... Подождите, а она является... Это девушка. Если напишите заявление. Подождите вы, давайте разберемся сначала по ситуации. А она является сотрудником банка, что тогда у нее доступ есть к этому счету? Или что? Я не знаю. Так, а что вы знаете? Все, что мы о ней знаем, это то, что она была уже судима, да, мошеннические дизды. Место ее регистрации это Челябинская область, город Златоуст. Город Златоуст? Да, Златоуст. Так, ну хорошо, хорошо. Ну так, и чего? Вот она в Москве к вам обратилась. У нее есть доступ к лицевому единому счету, доступа к которому нет у меня. Но этот... Просто я верно понимаю, и этот доступ имеют только сотрудники банка. Следовательно, она является сотрудником банка? Ну, возможно. Возможно, ранее она была когда-то до судимости сотрудником банка. А по какой она статье судимой? За что? А по какой она статье судимой? За что? Я же вам говорю, по 159-й, за мошенничество. Блин, ну вы мне так говорите, 159-я статья. Вы думаете, я уголовный кодекс? Маш, нет, я же вам и объясняю, что это мошенничество, да, мошенничество. А мошенничество, ну, что там у нее за мошенничество было? Ну, какие она... Особо крупном размере. Продажа квартиры в центре Москвы. Ну, как вы думаете? А, то есть она мошенничество таким способом продала квартиру? Да. Да. Безобразие какое. И на сколько ее лет посадили до этого? Что-что? Ну, сколько она лет сидела-то? 10, вышла по УДО. За хорошее поведение. А когда ее судили-то? Получается, 10 лет назад. 10 лет назад? В 12-м году. В 12-м году, и она вышла по УДО? В 13-м году ее судили, и в этом году вот она вышла по УДО. Ее в 13-м году осудили, и ей дали 10 лет, так она должна была просто без УДО выйти в 23-м году. Нет, нет, ей дали 17 лет. У нас такие дают сроки за мошенничество большие. В особо крупном размере. Ну, как вы представляете, я учила человека, продали квартиру, которая стоит, ну, несколько десятков миллионов. Как вы думаете, какой ей срок? 5 лет должны были дать? Ну, я просто не знаю, я как бы в Уголовном кодексе не очень сильна, но просто я, насколько я знаю, у нас такие крупные сроки за мошенничество не дают. Просто у нас конфисковывают имущества. Есть не особо крупный, ну, то есть это все зависит от тяжести преступления. А тяжесть преступления на чем измеряется? Я же вам объясняю, что если бы она украла миллион, ей дали бы от силы 3 года и консистенции имущества. Она украла несколько десятков миллионов. Вот поэтому и большой срок. Понятно. Ну, так, чего от меня-то хотите? Ну, сейчас можно выяснить, откуда у нее на руках ваши данные, куда вы их предоставляли. Ой, ну, мои данные много где могут быть. Чего? Ну, а именно, куда вы предоставляли? Девушка, блин, я живу в Российской Федерации, где у нас при обращении практически в любую структуру нужно предъявить паспорт. То в банк, то в МФЦ, в службу регистрации, в Росреестр, везде нужно предъявлять паспорт, везде есть эти паспортные данные. Я вообще не могу сказать, откуда они есть. То есть они могут быть вообще где угодно, у кого угодно. Банковские данные вы также, да, везде предоставляете? Ну, какие банковские данные? Вот смотрите, вы мне сказали, что у нее есть доступ к лицевому счету, к какому-то единому. Ну, естественно, я эти данные не могу предоставить никому, потому что я их сама не знаю. Ну, то есть вот у меня, например, нет данных по единому лицевому счету. То есть я их физически не могу никому предоставить, потому что я их не знаю сама. Я вот в первый раз от вас слышу, что существует какой-то единый лицевой счет, открытый Центробанком России в отношении физического лица, и который был открыт там 20 лет назад на мое имя. Ну, значит, утечка ваших данных произошла в любые банки. Да, имеются ваши данные. Ну, так. Вы регулировали, возможно. Так, ну, хорошо, ну вот, смотрите, вы данные получили, вы ее сейчас словите? Ну, да, она сейчас заводится в Московском уголовном розыске. А, ну, так вот, сажайте ее, че? Хорошо. Я вас тогда не буду задерживать. Ага. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова